Здравствуйте, дорогие друзья! От всего проекта «Наука в Созидательном обществе» поздравляем всех с наступающим 2021 Созидательным Новым Годом! Мы задаем вектор, новый вектор развития науки в Созидательном обществе, который будет служить для всего общества и в центре которого стоит человек. Приглашаем на наши дружеские беседы, на интервью всех ученых, исследователей, изобретателей, волонтеров, исследователей. Потому что, я думаю, у нас есть очень много общего, у нас есть очень много общих тем. И, что самое главное, у нас есть единственная цель. У нас одна цель — построить Созидательное общество, в котором каждый человек будет счастлив. Также хотелось бы поблагодарить всех ученых, изобретателей, новаторов, всех людей неравнодушных, смелых, которые готовы говорить о новых открытиях, о новых технологиях в науке, которые готовы служить обществу и всячески содействовать добру во всем мире. С Новым Годом, друзья! Мы очень рады, что познакомились с вами в этом году. И мы знаем, что в следующем году мы сможем вместе сделать гораздо больше. Также в этом году проводились встречи с учеными из разных сфер. На этих встречах обсуждались актуальные темы науки и Созидательного общества, каким образом наука может служить на благо всех людей. И по результатам этих встреч в данное время готовится фильм, который вскоре выйдет на канале АЛЛАТРА ТВ. И вот хотелось бы вспомнить слова Игоря Михайловича Данилова, которые он сказал в передаче «Созидательное общество» о том, что наука и изобретение тогда полезны, когда оно приносит пользу людям, когда оно улучшает жизнь людей. И вот мне кажется, что когда наука будет ставить себе такую цель, то у нас всё получится. И действительно, мы как цивилизация шагнём очень скоро, шагнём далеко вперёд в своих познаниях этого мира, а самое главное — это в своих взаимоотношениях, вот в единении между нами всеми. С Новым годом! Дорогие друзья, в этом году на канале АЛЛАТРА ТВ была озвучена очень интересная информация о тех научных перспективах, которые может достичь наша цивилизация. Это глобальное развитие во всех направлениях науки. И вместе мы можем сделать всё благодаря знаниям исконной физики АЛЛАТРА, а также объединению усилий по всему миру. И самое интересное, что все эти новые технологии и открытия будут доступны современной цивилизации только тогда, когда мы построим созидательное общество. Поэтому это очень важно на сегодняшний день. Спасибо вам огромное! С Новым годом вас всех! И, как уже было сказано, вместе мы можем всё. С новыми участниками! Кто ещё хочет присоединиться к нашему проекту? Хотелось поделиться своим опытом участия. На самом деле, я к точным наукам никакого отношения не имею. И мне сначала было очень страшно, как я же не знаю науку, я не знаю физику, не знаю математику, и как же разговаривать с учёными. На самом деле, это простые, хорошие люди. Им очень нравится рассказывать о своих делах, о том, что они делают. И каждое знакомство с учёными подарило очень много улыбок. Это были встречи, в которых встречались люди, где было очень тепло, тёплая атмосфера, где было взаимопонимание и поддержка друг друга. После передач мы общаемся до сих пор с учёными, созваниваемся, ездим друг к другу в гости. Это очень здорово, потому что ведь нас объединяет эта любовь к науке, любовь к природе, ко всем природным наукам. И нас объединяет стремление построить созидательное общество. В следующем созидательном Новом году мы хотим пригласить всех участников новых в наш проект «Наука в созидательном обществе». Это так просто. В дружеской команде взаимодействовать друг с другом, приглашать учёных, общаться в тёплой атмосфере, делать новое, созидать вместе. Приходите, это просто. Тоня, а что у тебя в коробочке? А у меня в коробочке подарок всем, можно сказать, женщинам, но и не только женщинам. Это 3D-принтер. Это топ, самое первое место в следующем году. Подарки на Новый год в следующем году. У нас, практически у каждой на кухне будет 3D-принтер. Поэтому, девочки, выкидываем в холодильники, плиты, микроволновки и ждём подарка. Однажды, прочитав доклад «Исконная физика АллатРа», у меня поменялось мировоззрение. Мне стало интересно знать, о каким открытием пришли наши современные учёные. Исходя из этого, напросилась в команду ребят «Наука в созидательном обществе». Начала писать письма, приглашать на эфир учёных из разных областей науки. Спасибо всем ребятам, которые меня поддержали, научили и приняли в свою семью. Спасибо! В этом году мне выпала честь присоединиться к команде «Наука в созидательном обществе». И хочу сказать, что это один из самых ценных опытов для меня. Я не учёный, не физик и даже больше гуманитарий. Но работать вместе в команде было очень легко и просто. Мы вместе изучали новый материал, изучали физику, разбирались, познавали новое. Также очень порадовала работа с учёными. Потому что если раньше я думала, что учёные — это какие-то такие недосягаемые люди, то сейчас я увидела, что это такие же люди, как и мы. Очень искренние, очень обзывчивые. Люди, которые с любовью делают свою работу. И это люди, которые имеют потребность помогать, служить другим людям. Именно поэтому они и выбрали путь науки. Также за время работы в команде я увидела, что важен и нужен каждый. Это подготовка к эфирам, это подготовка статей, это проведение эфиров, администрирование эфиров. И всё это на самом деле не так сложно. Нужно просто чуть-чуть приложить усилия и разобраться. И хотелось сказать, что вместе действительно очень легко познавать новое. Дорогие друзья, с Новым Годом! Присоединяйтесь! Вместе мы можем всё! Меня всегда интересовало исследование, как действуют лекарства, интересуюсь биологией. Профессией своей занимаюсь вообще другим делом. По двери этого Нового Года я присоединилась к проекту «Наука в созидательном обществе». Я хочу поделиться с ребятами, которые хотят присоединиться к такому проекту, но думают, что нет, это не моё, я не знаю, и не буду это делать. Но это не так. Прикоснуться к науке очень интересно. И когда я присоединилась к этому проекту и начала подключаться со сбором с учёными, ты понимаешь, что ты говоришь с человеком, который занимается наукой, но который может простым языком донести тебе информацию, как и что происходит. И так интересно познавать новое, интересное. Я хотела поблагодарить учёных, которые соглашаются рассказать о сложном, простыми словами, чтобы такие простые люди, как я, могли понять эти высокие потери. И спасибо учёным, которые делятся. Хотелось бы, чтобы больше учёных делились своими знаниями, своими достижениями. Интересно познавать новое. Больше, чем ты знаешь, тогда открываются новые возможности. И вместе мы созидаем, вместе мы делимся, обретаем новые знания. С Новым Созидательным Годом! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы участники Международного общественного движения «АЛЛАТРА» и участвуем в проекте «Наука в Созидательном обществе». И хотели с вами поделиться своим опытом. Мы совсем недавно провели очень интересную поездку в Пущинскую радиоастрономическую обсерваторию. Это был мой первый опыт общения с учёными, вот так близко. И действительно, к каждому из них откликнулась идея Созидательного общества. И они начали думать в этом направлении, а как мы можем все вместе реализовать это общество. Они были очень открыты, очень рады были нас видеть. И мы очень здорово подружились с ними, общаясь на разные темы. Но все в Созидательном ключе. Наукоград, Пущино. Радиоастрономическая обсерватория. Долгожданная встреча с учёными. Тёплый, дружеский приём и увлекательная экскурсия. Обсуждение острых вопросов жизни в современном обществе. Всё возможно в Созидательном обществе. Уютная, почти домашняя обстановка и дружеская беседа за крошкой чая. Институт биофизики. Ответы учёных. И простых жителей города. Меня очень порадовало и немножко даже изменило моё мировоззрение, общение с учёными. Появилось понимание, что люди, которые занимаются наукой, очень ждут отклика от людей. То есть они это делают, на самом деле, совсем не для себя. Для того, чтобы то, что они делают, было использовано и шло на пользу людям. И когда они это видят, когда они видят интерес к тому, что они делают, что изучают, это вдохновляет действовать ещё больше. И вот те проекты, которые мы проводили, наши поездки, интервью, прямые эфиры с учёными, очень нас сблизили. И очень помогли такому взаимопониманию и раскрытию. Когда мы проявляем действительно искренний интерес, и этот интерес подстёгивает развиваться ещё дальше и их. И вот это взаимное такое сотрудничество и нахождение на одной стороне, когда мы все вместе двигаемся к одной единой цели, это то, что основная цель проекта «Науку в Созидательном обществе». И мы очень рады, конечно, участвовать. Я за себя могу сказать, что этот проект действительно важный, и он наполняет, одухотворяет, вдохновляет действовать дальше и принесёт немалую пользу самому обществу. От себя хотелось бы добавить, побывав, пообщавшись с учёными в живую. Есть теперь понимание, что учёные — это люди. Люди такие же, как мы, которые пришли туда для того, чтобы что-то новое изучить. Теперь мы можем объединяться и сделать так, чтобы это было общее достояние человечества. Ведь для кого учёные делают, как было сказано, конечно, для людей. Для людей, и в том числе для своих детей, будущего, своих друзей, родителей, ну и, конечно же, своего. Люди с большим сердцем, с большим душой. Ведь должно быть ради кого-то то, что происходит, то, что изучается, следуется. И когда мы общаемся, когда есть общие, единые цели, когда есть общая идея, тогда и работа будет спориться. Настолько было увидеть с этой стороны здорово, приятно, классно. И отдельная благодарность всех учёных, с которыми мы общались. Я пообщался за то, что мы увидели совершенно другую сторону этой грани. И очень здорово, конечно, работать в команде, и очень здорово чувствовать поддержку друг друга, и когда мы вместе двигаемся к единой цели. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Поздравляю, дорогие друзья. И пожелать нам дальнейшего развития, процветания и приближения нашего Созидательного общества. Да, чтобы наша наука была уже в Созидательном обществе, да? А как мы видим эту науку Созидательному обществе, друзья? Наука, которая объедена единой целью – созидание и объединение. Наука, которая для человека. Наука, которая для общества. Наука, которая помогает человеку в обществе. Наука, которая поддерживает человека в обществе. И все изобретения и всё внимание её направлено на созидательные мирные проекты, для того, чтобы улучшать жизнь с каждым днём и облегчать ту же бытовую сферу для каждого, чтобы у нас оставалось и освобождалось как можно больше времени на общение, на наше развитие, действительно на очень важные, нужные вещи, которые вот сейчас у нас не на всё хватает времени, а хочется, чтобы этого времени действительно было много. И наука для этого как раз нам большой-большой помощник. Ещё раз большая благодарность коллегам, друзьям, ребятам, которые участвуют в съёмках, в монтаже, в общении, в знакомстве с учёными. Это действительно воодушевляет и то, что происходит. Присоединяйтесь, присоединяйтесь к этой команде. Если есть знакомые учёные, друзья, делитесь контактами, делитесь вот этим созидательным, объединяющим, объединяющим созидательные идеи. Спасибо, друзья. С новым созидательным 2021 годом! Ура! Здравствуйте, друзья! Вас приветствует команда, которая занимается подготовкой текстовых версий интервью с учёными для публикации статей на портале АЛЛАТРА ТВ и АЛЛАТРА САЙЕНС. Текстовый формат очень удобен и помогает познакомиться с широким округом людей с новостями науки, учёными и их разработками. Учёные увлекательно и в доступной форме рассказывают о своих исследованиях, открытиях и перспективах развития науки в созидательном обществе. Портал АЛЛАТРА НАУКА Знакомит людей не только с достижениями современной официальной науки, но и со знаниями, изложенными в докладе «Склонная физика АЛЛАТРА». Благодаря дружной и слаженной командной работе, за короткий срок было размещено много публикаций на портале АЛЛАТРА НАУКА. Каждый учёный запомнился своей индивидуальностью и мировоззрением, невероятной увлечённостью в области своей науки. Ты как будто знакомишься с каждым из них. Вдохновляя стремление учёных передавать свои знания, опыт, наработку новым поколениям, их объединяет человечность, доброжелательность и желание перенести максимальную пользу человечеству. Участие в этом проекте позволило мне осуществить мечту моей юности. Я с детства очень любила смотреть на звёздное небо. Бездонное, живое, оно всегда восхищало меня своей красотой. Я давно мечтала заняться астрономией, даже купила глобу звёздного неба. У него всё никак. И вот спустя много лет, работая в группе, которая занимается вычиткой интервью учёных, в проекте «Наука в созидательном обществе», я получила огромный подарок. Потому что учёные рассказывали о рождении звёзд. Для меня было открытие, что при рождении звёзд плачут, как младенцы. Я много узнала о квазарах, о чёрных дырах, о радиоастрономии, о новейших технологиях современной науки. В общем, работа в таких проектах – это замечательная возможность учиться и развиваться. Дорогие друзья, поздравляем вас с новым созидателем 2021 года. Желаю искренней детской любознательности учиться в каждом мгновении своей жизни. Ведь жизнь и наш окружающий мир так интересен и многообразен. Желаю мудрости, целеустремлённости. Делайте то, что вам нравится. Дерзайте, творите с радостью и любовью. Но только на благо всех людей. Дорогие друзья, поздравляю вас с новым созидательным 2021 годом. Дорогие друзья, я работаю в области авиации, в промышленном институте. И присоединюсь к проекту «Наука в создательном обществе» после недели солидарности. Это так вдохновило, что я решился попробовать чем-то помочь, принять как-то участие. Шаг за шагом я стал подключаться к составлению вопросов, подготовке к интервью и даже принял участие в интервью. Это для меня особенно большой шаг, потому что публичное выступление даётся непросто. Но это внутренний шаг, шаг к свободе. Ведь всё, что мешает нам, это лишь установка осознания, что тебе подумают, как на тебя посмотрят, что ты там скажешь, что-то не то. Или забудешь то, что подготовил. Общение с учёными — это очень здорово. И подключение в предварительные созвоны, участие в подготовке эфиров и сами эфиры, они позволяют просмотреть очень много материала, переосмыслить что-то. Учишься составлять описания, учишься монтажить немножко шаг за шагом. Пытаешься помочь другим. Мы обсуждаем вопросы, связанные с физикой каких-то явлений, с физикой невидимого мира и с физикой видимого мира. Постепенно раскрывается Знание Исконной Физики АллатРа. Благодаря тому материалу, который нам дают учёные, которые мы сами где-то посмотрели и обсудили с другими, складываются пазлики — ты начинаешь понимать, как это устроено. Где-то внутри, то есть приходится в какой-то момент осознание, что «а вот это, наверное, вот так». И действительно информация с разных источников собирается и анализируется, тогда картина более цельной становится. И это очень радует, это вдохновляет. Хотелось бы пожелать всем новых открытий, новых продвижений вперёд, шажков над собой. Спасибо всем огромное и спасибо той дружной команде, в которой я работаю. Это просто большая семья, вот, как и всё человечество. Дорогие друзья, поздравляем вас с новым Созидательным 2021 годом! Хотел немного рассказать о моём участии в проекте «Наука в Созидательном обществе». В общем, присоединился я к нему в начале апреля, как раз в время запуска проекта, который уже был своего рода как продолжение проекта «Ихр профессионалов». Только теперь уже мы напрямую обсуждали, скажем так, с учёными как актуальные вопросы науки, так и саму перспективу науки в Созидательном обществе. Можно сказать даже, что этот проект фактически первостепенная важность для построения Созидательного общества. Потому что ведь одно из обязательных условий для создания Созидательного общества, СЭО, это стремительное развитие науки для обеспечения комфортных и безопасных условий существования. Особенно в современном мире, в очень быстро меняющихся климатических условиях и тому подобное. И когда, скажем так, только когда наука сможет нам тоже на должном уровне это всё обеспечить, и безопасность, и остальные возможности просуществования, как жильёк, пропитание и тому подобное, в таком случае это тоже создаст условия ещё для дальнейшего, крайне интересного исследования нашего окружающего мира. И, возможно, итог. Так что, что тоже само по себе довольно интересно. Хотел бы немного добавить, что часто приходилось слышать насчёт того, что науке требуются жертвы. Вот чтобы совершить какое-то продвинутое открытие, нужно идти на какие-то жертвы. Так вот, в принципе, я согласен с этим высказыванием. Действительно, науке требуются жертвы. Одна. Это наша животная часть. Животная часть всех исследователей, всех людей. Это та часть, тот, скажем так, тот эгоизм, эгоцентризм, и то, что, в общем, всё то, что мешает продвижению науки, всё то, что тормозит развитие новых идей, и всё то, что не даёт взглянуть, скажем так, свежим, незамутнённым взглядом на существующие проблемы и вызовы. Поэтому, только принеся, скажем так, именно эту жертву, тогда человечество сможет действительно совершить настоящие прорывные открытия и построить уже, скажем так, ту самую науку будущего, которая сможет создать достойные условия для жизни человека в этом мире, когда всё это будет идти только на пользу человеку. И вот такого, скажем так, перспективы, такого будущего развития тоже хотелось бы пожелать как всем специалистам, учёным-исследователям самых различных областей, так и остальным людям, которые тоже с радостью воспользуются всеми преимуществами такого развития науки. За это время вышло много интересных и познавательных интервью из разных областей науки. Это физика твёрдого тела, наноматериалы для медицины, астрофизика, пульсары, квазары, чёрные дыры. Это ядерная химия, радиоастрономия, нейронные сети и искусственный интеллект, углеродные нанотрубки и фуллерены, процесс зарождения звёзд, подготовка исследовательских миссий на другие планеты, регенеративная медицина, биопритинг органов и внеклеточный матрикс. Термодинамик, конструкционный закон и роль информации в физике, возникновение Вселенной и физика Солнца, биомедицинская инженерия, просеяние нейтрона в мягких веществах, рентгеновская спектрометрия чёрных дыр, химическая метрология, нейробиология, астробиология, этика в науке и её связь с обществом. Возобновляемые источники энергии. Изучение солнечной плазмы и цифровая биология. Инфраструктура городов будущего. В интервью учёные и специалисты делятся своими знаниями, практическим опытом, а также конкретными идеями развития науки в созидательном обществе. Материалы по результатам нашего взаимодействия публикуются на сайте AllatRa TV и AllatRa Наука. Мы все вместе с одним целью, построим общество креативное. и креативная общество превратится реальность, если все начинают действовать сейчас. Наука в созидательном обществе открывает огромные перспективы развития. Это бесплатная, свободная энергия. Получение в готовом виде любых продуктов, воды, медикаментов, одежды, мгновенно и бесплатно. Пролонгирование человеческой жизни за видовой предел. Климат-гиво-engineering минимизирует последствия для глобального изменения на Земле. Продолжение человечества и авторомизма в экстремных условиях на Земле и в мире. Инстатная активность необходимых силов, с помощью дополнительной артифициальной сознания. Мы все необходимы. Мы живем в трудно, но прекрасно время, когда мы создадим, на нашем планете, а благословительное дерево для креативной общественности и вероятное будущее для молодых генераций. С вместе мы можем сделать много. С Новым Созидательным Годом, дорогие друзья! Присоединяйтесь вместе, мы можем все!